Продолжение следует... 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 Это пандемия и карантинным мерам, которые были введены во время пандемии. В гугле, если вы наберете социальную изоляцию, то таким визуальным воплощением будет барышня, сидящая в позе Аленушки Васнецова, грустная у окна. И что нужно отметить, что у людей при социальной изоляции наблюдается развитие депрессивных тревожных расстройств, анорексия, бессонница, нарушение сердечно-сосудистой системы. Я не буду на этом устанавливаться слишком подробно, потому что вчера был прекрасный симпозиум, посвященный негативным последствиям социальной изоляции. Там очень много было докладов именно вот про людей. Вот эта мышь с недобрым взглядом, она у нас символизирует моделирование социальной изоляции на грызунах. Было показано, что у грызунов длительное содержание в одиночных клетках приводит к усилению депрессивно-подобного поведения, может приводить к повышению тревожности, к снижению содержания серотонина в отделах мозга, к снижению экспрессии генов серотониновых рецепторов, а также к снижению экспрессии ВДНФ в мозге. И самое интересное, вишенка на торте. Фактор некроза опухоли. Это такой агент двойного назначения, который является посредником между нервной и иммунной системой. Фактор некроза опухоли, я буду называть ЛДНФ, англоязычной аббревиатурой. Это провоспалительный цитокин. Он играет роль важную в развитии и формировании нервной системы, нейрогенезе. Нарушения его продукции наблюдаются при различных болезнях, в том числе болезни Паркинсона, Альцгеймера, при депрессивных расстройствах. И мышь, есть работы, но их не так много, где используется мышь с нокаутом фактора некроза опухоли. И в этих работах продемонстрировано, что эти животные могут, вот я немножко обтекаемо написала, демонстрировали изменения в тревожном депрессивном подобном поведении, когнитивных расстройствах и содержании серотонина на мозге. Потому что эти животные получены из разных источников, и исследования, проведенные на них, где сравниваются мышь с нокаутом и дикого типа, они не всегда совпадают. Но, тем не менее, общий вывод может сделать вот такой. Целью нашей работы было исследовать влияние длительной социальной изоляции на поведение и на факторы нейропластичности, такие как серотонин в системе мозга и ВДНФ у мышей с нокаутом гена фактора некроза опухоли дикого типа. Для этого на этих мышах мы изучили эффекты социальной изоляции на тревожность, депрессивно подобное поведение, метаболизм серотонина в структурах мозга, на уровне МРНГ-генов, кодирующих ключевые элементы серотонина системы в структурах мозга и на экспрессию нейротрофического фактора ВДНФ и его рецепторов в мозге. Дизайн эксперимента. Работа была проведена на мышах ТНФКО, то есть мышей с нокаутом. Мыши были получены в Институте светологии и генетики, методом CRISPR-CAS. Мыши содержались в СПФ и Варии. Соответственно, были использованы мыши двух линий, дикого типа и нокауты. Мыши каждой линии были поделены на опытные контрольные группы. Контрольная группа мышки содержалась по 4-5 в клетке. Группа изоляции, мышки содержались по одной особе в клетке. В начале эксперимента возраст мышей был 6 недель. Все мышки были мальчиками, самцами. В течение 6 недель мыши содержались в этих условиях, про которые я говорила. Контроль и опыт. И после 6 недель были проведены тесты открытого поля, принудительного плавания, подвешения за хвост. После чего мыши были выведены из эксперимента. И молекулярно-генетическими методами, и нейрохимическими образцами мозга были обработаны. Об этом я буду рассказывать в результатах. Результаты поведения. Традиционно тесты открытого поля используются для оценки двигательной активности и тревожности. В нашем эксперименте изоляция не повлияла на двигательную активность в тесте открытого поля у мышей обеих линий. Время в центре, ну вот только были найдены межлинейные отличия, но изоляция на этот параметр не повлияла. Однако, что касается других параметров в этом же тесте, все гораздо интереснее. То есть, изоляция привела к снижению площади исследовательной арены, но только у мышей нокаутов. А также к увеличению продолжительности груминга, но тоже только у мышей нокаутов. Что позволяет нам интерпретировать совместно вот эти вот результаты, как повышение тревожности в тесте открытой поля у мышей с нокаутом. Депрессивно подобное поведение мы оценивали в двух широко распространенных тестах. Это принудительное плавание и подвешивание за хвост, но были найдены только межлинейные отличия, а влияние изоляции зафиксировано не было. То есть, изоляция не оказала влияние на депрессивно подобное поведение, как у мышей нокаутов. Изоляция привела к снижению содержания серотонина в гиппокампе, но только у мышей с нокаутом. И что тоже интересно, что изначально у мышей контрольных линий нокаутных уровень серотонина в этой структуре был выше, чем у мышей дикого типа. Не было найдено никаких отличий по уровню гидроксиндолоксовой кислоты, которая является метаболитом серотонина. На данном слайде представлены уровни МРНК гена трептофан-гидроксилазы-2, который, как я уже говорила, является ключевым ферментом синтеза серотонина в мозге, и транспортера серотонина, который, вот этот ген, он кодирует белок-транспортер, который осуществляет обратный захват серотонина в синтеза серотонической щели. Мы видим, что изоляция привела к снижению экспрессии гена трептофан-гидроксилазы-2, но только у мышей дикого типа. И не повлияла на экспрессию гена, кодирующего транспортер серотонина. Изоляция привела к повышению экспрессии гена 5-HT1-а рецепторов в среднем мозге мышей с нокаутом. В среднем мозге главным образом экспрессируются ауторецепторы, рецепторы 1-а типа, которые участвуют в регуляции функциональной активности серотонина системы мозга. Они, вот как бы их активация, этих рецепторов, она блокирует релиз серотонина в синатическую щель. Но изоляция не повлияла, были найдены только межринейные различия, не повлияла на уровни МРНК гена рецепторов 5-HT1-7. Что касается BDNF, то мы не нашли влияние изоляции на уровне МРНК гена BDNF. Однако, если вы вспомните эту картинку, для BDNF гораздо интереснее оценить не уровень МРНК, а именно по белку посмотреть, потому что про-BDNF и BDNF имеют разные биологические функции. Что мы получили? Методом Вестернблот мы оценивали уровень BDNF в фронтальной коре гиппокампе, разницы не нашли. Однако, социальная изоляция привела к повышению уровня про-BDNF во фронтальной коре гиппокампе, но только тоже у мышей с нокаутом. Что касается рецепторов BDNF, то мы оценивали их только по уровню МРНК и обнаружили, что во фронтальной коре изоляция привела к повышению ТРКБ, что, может быть, можно рассматривать как компенсаторный ответ на увеличение про-BDNF, которое я показывала на предыдущем слайде. Что касается другого рецептора BDNF P75, через который идут негативные эффекты BDNF, то изоляция на него не оказала влияния. Таким образом, если я соберу в табличку все данные, о которых я говорила выше, мы видим, что по поведению, по экспрессии BDNF у рецепторов и вот какие-то изменения в сиротальной системе, больше изменений вследствие задержания в одиночных клетках, мы находим у мышей с нокаутом. У мышей дикого типа только вот снижение МРНК гена трептофангейк-сталаза 2 в среднем мозге. Таким образом, можно заключить, что нокаут гена фактора некрозоопухоли участвует в регуляции эффектов длительной социальной изоляции на тревожное поведение, сиротаневую систему мозга и экспрессию BDNF. Благодарю за внимание. Большое спасибо, Дарья Владимировна. Мне кажется, что я навештала. Да, спасибо большое, но, к сожалению, вопросы опять же не можем, 7 минут нужно экономить, поэтому уже в личном порядке. В личном порядке, готова ответить на любые ваши вопросы. Спасибо. Спасибо.